шаббат шалом я вспоминаю за детство свое кто-то может тоже вспомнить это наше детство потому что это был буквально было недавно еще правда будучи ребенком часто вот мама посылала у меня в магазин как мамы посылали в магазин ты приходишь в магазин а там уже очередь вот и думаешь откуда она появилась это как будто найти в большом советском союзе это было нашей культурой делать очереди по любому поводу по любому поводу я помню однажды я и шел от бабушки с такими тормами и с мамой подходим к одному обману магазину и толпа стоит просто и мама мама задает вопрос что дают от не знаем и мы стоим стоим зашли в этот магазин а выбрать нечего выбрать нечего и когда вспоминаю говорю это либо наша культура по по любому поводу стоять в очередях дать и и вот когда ты путешествуешь немножко по аэропортам наших людей и из бывшего советского союза сразу видно буквально недавно мы летели из германии и и там с одного ну как бы сказать часть аэропорта жил в другую перейти потому что там шангельская виза нужна не такая и мы бегом 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 у нас времени мало это пока и такая очередь большая мы так смотрим у нас реально до посадки остается минут 15-20 пока объявят посадку в аэропорт вернее в самолет и понимаешь что нужно пройти поставить еще штампики какие-то мы туда как тому кто там стоит он направляет у нас время он такой у вас достаточно времени мы стоим и мы так смотрим и мы реально высматриваем людей подбегают туда и так тихо это я говорю это наши вот это наши и потом подходит к ним этот человек который там с повязкой там и таки назад то раз с другой стороны я вижу что он говорит там мама там все слышу на украинском языке я говорю вижу что их беспокоит ну реально беспокоит что они опаздывают ну ладно вставайте перед нами так далее дело в том что у них самолет позже чем наш даже был любом случае ты смотришь на это все и сразу вспоминается место писания когда еще говорит и первые будут в последней очереди и те кто в последней очереди да станут первыми знаете мы часто говорили когда смотрим на те людей которые так тихонько тихонько найти в эту очередь влазят вы наглость второе счастье да это хуцпа такая наглость второе счастье это для нас как бы такое как бы определенный шаблон был но ради дисциплины в заграницей таких людей отправляет назад сразу вспоминается все то что было советском союзе но у бога знаете в данном вопросе есть свой метод расчета свой метод расчета поэтому я назвал проповедь такой обратное распоряжение или обратный расчет те удать его мы привыкли что один два три 4 5 1 начать первый пошел как с парашюта рэбэ можно шаббат прыгать с парашютом конечно можно открывать его нельзя да момент кто первый может быть стать последними кто последний вдруг становится первым это для нас величайшее чудо и найти у бога свой метод расчета всех обстоятельств даже у нас одесситов говоря вот о том что мы все-таки часть украины мы делаем особенное выражение мы говорим так одесса не столица но не второй город да у нас свои расчеты и если бы мы будем внимательно изучать писание а библию вы согласны со мной что нужно изучать не только ее читать надо и нужно немножко внедряться в нее много фильмы смотреть или прослушивать их ли мы изучаем писание мы можем заметить что бог авраама берет ничего не значище разбитое пренебрегаемых униженных людей и вытаскивает из толпы из очереди да и так вот продвигает в том направлении где их призвание вы если посмотрите да то это происходит через все писание бог берет не значище не не видящее пренебрегаемо и делает их кем-то вот это наш бог мы иногда чувствуем себя пренебрегаемы мы вчера еще были в очереди сзади да мы смотрим как люди перед нами вклиниваются у нас приходит досада у нас есть какое-то унижение у нас не получается с бизнесом со школой с какими-то другими вещами и тут бог говорит я хочу изменить это я хочу тебя из последней очереди где-то стоишь за своими дарами своим служением или каким-то еще проявлением твоих способностей вывести на способность руководить двигать изменять даже те кто претендовал на вторую скажу армию мира с мечтой взять киев за три дня на несут потери и моральное унижение от нескоренных тех кто были первыми вдруг получили по зубам да а те кто были пренебрежение и унижение вдруг что-то изменилось когда вы чувствуете что вы как будто последней в очереди жизни и все кто впереди вас берут самое лучшее и вам ничего не остается только довольствия остатками то тогда будьте довольны вашим положением есть такое надо чувство все впереди меня лезут и все разберут ничего не останется для меня сухлана то есть терпение будьте довольны вашим положением потому что бог приготавливает изменение перемены которые мы иногда даже не ожидаем не ждать я покажу вам писание это и это приходит происходило в вашей жизни я знаю василия это происходило когда он работал в бизнесе да уже оказывается все ничего не шло ли вы люди потом случайно звонили и говорили а можно у вас всю вашу партию забрать просто и василий забирайте еще с книжкой только с книжкой наверное со скидками только заберите и получалось не неудивительные вещи но то что люди считают превосходство над вами станет вашим преимуществом перед богом если люди которые всегда будут вами манипулировать пренебрегая при вами будут превозноситься до своими талантами успехами и то что они считают превосходством станет вашим именно преимуществом божьем плане блик цриг до врага считался численным превосходством первые дни которые у нас мы переживали но это стало нашим преимуществом эта толпа не знала что делать это стало нашим преимуществом и кто с мечом приходит от меча как в описании говорит сущности и потеряет все свое превосходство я говорю так открыто относительно тех действий которые происходят украине до физических действий войны также духовного вот состояния верующих людей нам нужно понимать что у бога контроль есть другими словами простой вывод не судите об обстоятельствах предусладительно обратное расположение уже или распоряжение уже подписано понимаете о чем мы говорим кто из вас переживал такой такой момент это сельском свете тоже такое было уже было сделано какой-то вывод и потом говорят мы задним числом это все исправим до кто понимать чем я говорю да зад как можно сегодня задним числом исправить да невозможно но именно именно предписание обратное предписание оно существует только у господа у бога нашего вспомним пурим давайте вспомним пурим царь не мог отменить указ помните указ который подписал уже не знал что его жена это тоже те евреи которые на которых на наговорили и говорит не могу любимая что жопы там ни было хотя я пообещал тебе пол царства в придачу да но не могу отменить и реальность такова что не этот указ не может быть отменен но знаете что возможно можно сделать маленькое предписание у меня есть идея я сделаю выпущу предписание которые как бы к указу как или к закону который я уже сделал а предписанию спокойно закон законом пускай вас убивают но вы можете защищаться знаете когда я посмотрел на это если кто-то смотрел моё послание на пурим в этом году я я понял что действительно нам бог дал возможность предписание чтобы защищаться весь мир и все будут так владыки которые этого мира уже согласились с тем что нас три дня и нас не будет но бог говорит извините хотя они могли в этом подпись уже указать сделал высказали весь указ да я вам даю одну маленькую возможность бейте их просто бейте дживелинами палками чем-нибудь этими как там уже сказали коктейлями не так это уже не тот человек там уже как бы на закуску от бендеры да как говорили да что то такое вот момент то есть бейте защищайтесь и момент очень серьезный чтобы вы понимали в нашей жизни есть какие-то люди всегда которые нахлы они напыщены они нас унижают они нас уже имеет весь вывод а бог говорит я изменю это я выпуск выпущу указ то есть дополнение к тому что происходит защищаетесь я выведу вас победу что в наших обстоятельствах нужно делать начните с благодарностью общаться с богом не начинайте за шо почему давайте разберемся что это такое что это ему не внес а наоборот господи я хочу тебе поблагодарить что у тебя еще план б всегда остается кто-то уже нас это бы приговорил а у тебя есть дополнение к тому указу защищаться мы начнем благодарить господь и благодарен что изменения грядут спасибо за это поворот событий господь я знаю что все содействует ко благу все содействует все тогда сколько на все за что за все так не будет всегда и будет так не всегда но мы надеемся на бога если с нами никто не считался раньше вообще никто не считался по нашему поводу вообще абсолютно то сегодня к нам начинает прислушиваться если нас считали слабыми то сегодня мы не только выдержали но даем сдачи наглым преступником это что было предназначено для уничтожения нас сделал нас стойкими и сплоченными это не только говорится о том состоянии где мы находимся как на как народ или страна это говорится к верующим людям я говорю сегодня к нам верующим кто здесь находится ты либо те кто находится в я говорю в изгнании да по прийти разным причинам если люди думали что нас это уничтожит сделал нас сильнее каким образом приходит обратный отсчет то есть задним числом сделать изменения как получить обратно раз распоряжение для отмен того что произошло уже с нами уже произошло нечего делать уже состояние ну и звон выходящий мы не знаем что у нас получится мы не знаем если мы успеем на самолет если так далее чтобы не перебегать дорогу самостоятельно да что делать не думаю вообще так как что какие-то манипуляции или по человечески прилагаемые усилия способны изменить ситуацию как на личном фронте у вас на работе отношения в семье и так далее или же на государство манипуляции и личные человеческие желания они не помогают а те кто вот от верующих людей я сегодня обращаюсь к вам как верующим людям людям которые верят в бога авраама цаха якова те кто надеются возрожденные свыше ожидается библейская позиция какая библейская позиция ожидается от верующих человека писание говорит всегда молитесь и не за все благодарите или как я понял вы согласны со мной всегда молитесь и за все благодарите молитва это первое что нужно усилить своей жизни просто усилить молитву в поезде в самолете ходите пешком по в аркаде на привоз молитву особенно на привоз когда я тебе молиться тоже надо сразу что по карманам у вас ничего не пропало да а вот всегда молиться почтение власти почтение власти это необходимо потому что у наши люди немножко как развязанным языком у них уже есть мнение что нужно было делать давно бы уже победили но вам слава богу не дали там эту возможность руководить поддержка ближнего удаление это вот критики я даже бы сказать критицизм такой рассуждать о том что как бы плоды людей нужно а вот 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 такая наглая критика то не нужно и благодарность богу нужно усилить как верующим это нужно сделать просто благодарить если мы будем делать нашу часть которую от бог от нас делать он будет делать свою часть чтобы зло было наказано оно должно быть проявлено первую очередь ну что если что наказывает ли все добро но зло наказывает тогда когда она проявляется и чтобы те кто по последней очереди могли стать первыми если так вообще то есть сферы фантастики дабы это может стать стать реальностью только в божьем перспективе то что бог выводит людей из очереди я помню как мы однажды летели в африку и толпа людей так мы чуть ли не опаздывали и вдруг у нас простые билеты знаете в эконом классе где-то не знаю может сзади возле туалета там да и вдруг нас из толпы как бы выбирают и говорить а хотите пойти полететь в бизнес-классе кто бы не хотел а что случилось даже не понял вы понимаете чем я говорю да то есть мы последний у туалета где-то там где-то и вдруг из последний только бог делает так чтобы мы встали витали теле в бизнес-классе конечно отдохнули очень хорошо и чтобы те кто последние в очереди могли стать первыми нам нужно просто отдовериться богу в семье и сея было восемь сыновей кто помнит эту историю хотя бы фильмы смотрели за царя давида слава богу то хоть в этом технологии преуспели но не все правда в кино но печатать библии тоже нужно и знаете и у и сея было восемь сыновей и последний восьмой был давид а если ты последний это означало без перспективный я хочу вам сказать одну историю мой прадед да мой прадед был последний своей семье то самый младший из литовских евреев саржицкий иосиф я такой и ему говорят это как раз первомировая война там есть ему говорят все старшие братья и сестры знаешь что ты младший мы едем в америку ты остаешься с родителями и ты их доглядываешь а вот почему потому что тебе останется хата все понимаете да вот это все а на самом деле без без перспективных за стариками нужно ухаживать кто будет ухаживать младшие ну понимаете да здесь думаю что та же самая история старом давидом значит это не царь был да ты последний значит перспективы 0 то есть развитие 0 униженный и самый старший куда пошлют а посылают младших всегда часто да вот этот момент но знаете история нам знакома хотя бы вот понимаем что произошло но бог избрал последнего сделал его главой народа без перспективного униженного старшего куда пошлют и делает его главой народа заметим что последний стал по сердцу бога и когда мы в очереди находимся нашей жизни да там видим что с каждой что-то норовит это как бы клиниться в очередь получить свое быстрее чем мы у нас чувства такие что делать как уже будет так будет остатками попользуемся и бог последнее берет и делает уважаемым сильным перспективным влиятельным если бы наше призвание и предназначение зависело бы от людей которые 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 мы нравились которые нас любят которым понравилось на наше имя или же понравились нас интеллект если бы люди просто на тип увидели просто или зависит наша судьба в зависит от людей да то они бы нам бы предлагали бы взятки это сделать все но что я хочу сказать жизнь которая вот мы предполагаем что зависит от людей становится тупиковой не всеми взятками ты можешь приобрести себе знание и всеми взятками ты можешь приобрести себе спокойное место да мой тесть любил часто говорить когда в партии те дают позицию с ним дают чемодан а в чемодане не ответственность а бомба михаил давидович и так выражался тебе нужна проблема в станции коммунистом а с ними портфель с бомбой но это сегодня мы видим за поребриком что происходит да и вот эти перспективы со надеющим человека приводит нас угол тупик разочарований но человек надеющий на господа не постыдиться аминь не постыдиться нам нужны все качества для того чтобы приобрести ту или другую работу но я вам хочу сказать но путь к этой работе устраивает бог устраивает бог даже без можно сказать есть люди которые не смогли по какой-то причине закончить университет или же приобрести такую специальность которая бы соответствовала сегодня нуждам технологического прогресса да но когда бог дает открытые двери то компания несмотря что нет людей университета и и так далее но способность человека в маркетинге такая такая сильная что предполагает предлагает им работу тем у кого нету полного образования это тоже боже провидения всегда будут те кто вами недовольны недовольность завистливый и просто вас знаете да не переваривают вот спрашиваю человека чуть тебе в нем не нравится рожа извините за выражение и причем здесь это лицо вот просто вот не могу смотрю на него именно вот тут стоит и и по этой причине другим одни привилегии а этом ха себе пашет и все и есть такие люди всегда будет те которого которым вы не нравитесь и внутри мы это чувствуем мы переживаем я хочу сказать вам одну хорошую новость не не всегда так будет не всегда дамы как вы стояли между европой и востоком да мы бы поперек горла не вот так аж всем стояли да но не всегда так было не всегда так будет такие люди будут вами манипулировать пренебрегать используя для личных целей а вы в свою очередь будете чувствовать что вы последний в этой очереди жизни как в ссср стоите смотрите на все это бетонные справедливость вы будете замечать что люди по которые пришли на работу после вас да им дают лучшие премии больше перспектив да вот такие моменты или в служении или вообще как бы вообще по жизни такие происходят но знаете задумались ли вы или нет но мне пришла идея когда смотрел на давида идея которой я не слышал чтобы освещали проповедники это давид не искал самуила нас лишь такие же люди правильно кто начальник пойти кто раздает позиции туда по к нему давид не искал самуила давид не пошел самуил знаешь у меня чувство что я буду царем у меня все перспективы диплом у тебя отравина бах хедер детский сад прошел из шиву прошел у меня все квалификации хочу быть царем он не искал этого слышу услышите мне пожалуйста я не знаю вы так я увидел одну простую вещь бог говорит пророку иди в дом и сея там найдешь царя самуил спокойно киесею идет он даже не знал как царя зовут под пророка знаете что ему доверял что бог выберет его а не он именно вот эта часть давид не пришел к самуилу чтобы упрашивать о том чтобы ему дали царство и перспективу или же возможность но бог послал самуила искать человека по выбору господню самуил даже не понимал как каким должен быть быть царь саула уже выбирал по возру как бы по по росту всех выше был всех далеко гляжу всех осмотрю да уже выбрал но он доверил доверился богу которая будет выбирать царя по божьему и вот определению но при этом давид прошел долгий долгий путь после того как был помазан после того как он был помазан цари вы думаете он подумал что пару капель елея это просто как бы так успокойся тихо сейчас сиди спокойно он понимал что пророк пришел помазать его в цари и у нас как всегда бывает тоже приходят люди мы видим вас перспективу служителя вы буду там к народам и в миссионерстве или чем-то еще да такое есть и у нас раз все слышали пророка сказал я буду пастором я буду служителем я буду тем или другим буду там и мы начинаем в этот двигаться мы начинаем напоминать тому пророку или тому кто там тебя выбирал что бог же сказал а давид при всем этим понял что он будучи уже помазан царем прошел долгий путь и самое интересное чтобы это все которое вот хорошо произошло даже вот собственный папа не поверил и сей в это не поверил и вот какой путь какой путь бог бы сделал то что оказался теперь давид последний крайне года в очереди что с этим делать и вот что интересное почитаю вам место писания саупа повелел повелел своим помните бесновался чуть саул что-то плохо ему становилось при каких-то ситуациях бесновался а мы вчера были на шаббате у сережи со светой и сергей говорит один израильтянин сказал вот там один маленький бесенок нет ада бесенок хочет стать большим демоном ну имеется ввиду да но вот сау повелел своим слугам найти и привести к нему человека искусство музыканта это первое царство 16 глава 17 19 стих один из слуг сказал я видел уисея из вифлеема сына помните мы говорили какой путь что будет происходить как бы будет это делать и вот он даст и и он говорит который их хорошо играет на лире опа один даст он достойный человек и воин рассудительный и красивый и самое интересное и господь прибывает с ним прибывает не просто а прибывает как бы постоянство саул отправил гонцов киесею с приказом пришли ко мне сына своего давида который посет у тебя стада ничего не изменилось у человека да как пас ягнята за селом мне 13 минут до таки все и тут у давида ничего не изменилось это означает что папа даже знаете как царь иди царь баранам отправил его и бог делает такую работу в ком-то послал бисюгана одного беспокоит царя и еще одного человека слушал подожди на я знаю от кого человека и он делает нечто у давида есть несколько качеств он хороший музыкант воин он пастух кто знает как управлять но самое главное у давида был салванут это по еврейской терпение вот такое терпение спокойствие что все придет свое время если бог сказал он не от отменится и все обстоятельства сложится так чтобы меня вывести на другой совсем уровень и если елисея не почитал давида и как бы призвание которое сделал пророк то отец знаете вот не видя его призвание отсылает его к пости и царь заставляет утвердить божьего бы призвание высвоить его от овец и привести это его к царю обратное распоряжение царь требует чтобы и сей отпустил своего сына обратное расположение это изменение природного естественного процесса который нам воспринимается как провал веры или же неспособность вырасти в служении когда мы опускаем руки когда мы чувствуем что последние в этой очереди жизни что никаких перспектив у меня почти нет пока я дойду до этой лавки да как я стоял с мамой да в это в этой очереди в магазин не знаем за что и пришли туда об моей ничего уже все разобрали такое разочарование приходит знаете вот когда мы это все происходит вот происходит также обратное распоряжение когда нам ничего уже не светит и мы думаем что богу уже это все равно тогда приходит ответ если бы мы не не сопротивлялись как нация первые три дня а народ божий не молился но принял как есть ту агрессию соседа которую мы пережили то наверное мы не получили бы 199 дней а перемен другими словами когда казалось что все конец пришло обратное распоряжение кто-то нас приписал к одной части и бог изменил одних и таким из примеров в жизни царя изеки это потомок царя давида и сая 36 глава 6 4 6 стих и было слово господня киса и сказано пойди и скажи изеки так говорит господь бог давида бог давида отца твоего я услышал молитву твою увидел слезы твои и вот я прибавляю к дням твоим 15 лет и от руки царя ассирийского спасу тебя и город сей защищу город сей защищу услышите обратное приговор уже пришли вынесли напиши напиши завещание и приложись спокойно к своим предкам вот три дня у нас и все тут возвращается исайя потому что господь ему говорит вернись вернись я перепишу я то что я уже сказал я изменю я приложу приписание даже конкретно 15 лет обратный расчет божий нельзя даже себе по-человечески представить так как все что мы думаем хотелось из то что какие приговоры нашей жизни произошли мы иногда разочаровываемся что оно не произошло но нужно иметь веру что все изменится возможно нам было предписано для многих может быть не иметь той работы которую мы имеем нам не к нам не говорили говорили так у тебя никакой перспективы не будет у тебя никаких шансов не будет вас ты не сможешь че заработать и богат я изменю это я хочу изменить твою жизнь чтобы ты прославил но я знаю точно что миллионы верующих людей молились богу а нас с вами практически молились той молитва которая наверно нас вы пронесла через эти вот несколько неделька первых которые мы переживали даже я помню в то время когда четко помню когда мы начали молиться за одессу нам сказали 13 кораблей которые стояли прямо недалеко от от одесского но от одессы и готовы были ну вот уже высадку сделать и атаковать я помню что была рассылка пастырская рассылка по всем чтобы мы молились люди брали посты молитву и что произошло когда мы узнали о том что в одессе просто не три дня даже пяти пять дней был шторм и мне корабли не могли войти мы просто понимали что-то сверхъестественно божье вмешательство и то что было уже приготовлено нами приговор который был вынес бог сделал его в обратную сторону почему я говорю об этом буквально недавно неделю назад таня просто просматривала как с новости и один из мы как экспертов военном деле и мы задали вопрос почему вот почему был же атака бы по всему по всему по всей по всей украине и захват одессы был тоже в перечисли перечень наших агрессоров да почему они не смогли взять и его ответ именно был такой во первых потому что был шторм и не могли высадиться вы поймете чем я говорю мы иногда не знаем наши сложных и трудных обстоятельств что бог может сделать и вот молитва которая была была зеки о господи вспомни что я ходил перед лицем твоим верно и с преданным тебе сердцем и делал угодно в очах твоих и заплакалась и зеки сильно как многие из нас верующие людей мы говорили господи но мы же служили мы же как бы входили на собра мы делали нашу работу мы благовествовали господи что произошло ты услышишь эти слезы на глазах нашем сердце не поставили или лились богу сохрани и действительно я знаю что многие скажут мне а как насчет мариуполя и их из харькова или херсона мелитополя друзья я не знаю я не говорю о том что то что то не сделали я просто говорю о том что мы можем переживать через три недели мы с вами будем праздновать роша шана или говоря библейским языком ем труа день который мы трубим в в бараний рог странный праздник да он странный для некоторых но для нас очень важно это праздник господин этот новый 500 5783 год еврейского календаря мы встречаем со звуками шафара и конечно же молитва с надеждой на господа что придут перемены потому что именно роша шана грамм отрубим в рог барана мы именно кричим богу вызываем о милости а благости и ожидаем что бог будет справедлив к нам из данной ситуации к нам необходимо милость наша с вами задача помнить что этот год год обратного расчета он изменит обстоятельства он изменит где не было надежды придет луч света где не было финансирования придет обеспечение где не было где была нехватка станет избыток и где было поражение будет победа мы нам нужно это в это верить нам нужно стоять на этом это я говорю не только под относительно обстоятельств и войны которая происходит сегодня в украине я говорю это конкретно каждому верующим человеку нам нужно стоять в вере в данный момент наш бог делает это нашим приоритетом чтобы мы верили как древние веревина так и в наше время мы можем верить даже когда враг окру окружит тебя и поставит осаду где не станет ни хлеба ни воды газа нефти продуктов или электричества даже когда вот такие обстоятельства как сегодня у нас в запорожье или же мелитополе других местах то и тогда надеющийся на господа прибывает прибывающий в доме его призывающий имя его спасется не только для себя он призывает это имя он и для страны в которой он живет бог не посрамит нас перед врагами сегодня это очень актуально сегодня нам необходимо сплотиться в вере и надежде на бога как это сделал или елисей если помните самария была в осаде елисей выходит и говорит слово господи так говорит господь завтра в это время мера муки лучше будет по сиклю и две меры и чменя по сиклю у ворот самарии и отвечал сановник на руку которую опирался царь человеку божьему сказал если бы господь и открыл окна на небе и тогда может ли это быть иногда есть люди которые из-за обстоятельств говорят неужели ну ладно даже если бог откроете небеса чтобы нам помогли больше это все то как бы свергнуть нашего врага да но это невозможно может ли это вообще быть сегодня завтра дали там чудо такое если курс сомневаются но нам нужно пройти этот путь мы должны помнить что нашему богу все возможно он вчера сегодня веки тот же это что враг замыслил на зло он обратит во благо и вместо унылого духа или очарование ропота даст нам песню восхождение друзья нам нужно забыть что такое унылый дух нам нужно как сегодня сергей говорит нам нужно суметь воспеть прославить возвеличить имя бога и то что бог сказал висайи шет один возможно применяться и сегодня к нам здесь живущий в украине такие же слова как и сказано было для израиля дух господа бога на мне ибо господь помазал меня благовествовать нищим послал меня исцеляться крушенных сердцем проповедовать пленным освобождение узникам открытые темницы проповедовать лето господне благоприятно день вщения бога нашего утешить всех сетущих возвестить сетующим на сионе что и вместо пепла даться украшения вместо плача или радости вместо унылого духа славная одежда вот зовут их сильным и правдою насаждением господа во славу его и застроит пустынные пустыни вековые восстановят древние развалины и вас возобновят города разрушенные разгоренные оставившие в запустении в данных родов и придут иноземцы и будут пасти стада ваши сыновья чужеземцы будут вашими земледельцами и вашими виноградами и вы будете называться на священниками господа служители бога нашего будут именовать вас будете пользоваться достоянием народов и славится славой их за пославление вам будет вдвое за поношение не будут радоваться своей доле потому что в земле своей вдвое получат веселье вечное будет у них ибо я господь люблю правосудие ненавижу грабительство и насилие и воздам награду им поистине и завет вечный поставлю с ними и будут известны между народами семя их и потомство их среди племен все видящее их поздно познают что они семя богословенное господом радостью будут радоваться о господи возвеселиться душа моя о боге моем ибо он облег меня в рисе спасения одежду правды отдел меня как и на жениха возложил венец как на невесту украсть украсил убранством и я верю что послание дарованное господом именно израилю сегодня может быть и нашим для украины победа в его руке если мы не перестанем молиться то мы увидим бога делающие чудеса будем помнить что он бог чудный это моговение которое мы прожили унижение как будто вся жизнь была обрушена и введена обратно поменяли нам нашу очередь вспомним что пол который меняет решение он сегодня здесь вспомните в молитве как делал этот царь и зеки давайте не забывать даже после победы что нам необходимо молиться продолжать благодарить бога и знаете когда я почитал его молитву я сам удивился после того когда он получил ответ от бога что все станет хорошо он может сказать классно у меня 15 лет теперь хорошей жизни знаете что он сделал оскал вот молитва и зеки царя иудейского когда он болен был и выздоровел от болезни я сказал себе при половине дней моих должен я идти во врата присподней я лишён остатка лет моих я говорил не увижу я господа господа на земле живых не увижу больше человека между живущими в мире жилище моё снимается с места и уносится от меня как шалаш поступ пастуший я должен отрезать подобно ткачу жизнь мою он откроем отражает меня от основы день и ночь я ждал что ты помнишь мне кончину я ждал до утра подобно льву он сокрушал все кости мои день и ночь я ждал что ты помнешь или пошлешь мне кончину то есть ожидал что все уже закончится как журавель как ласточка издавал я звуки тосковал как голубь уныло смотрел глазами мою к небу господи тесно мне спаси меня что скажу я он сказал мне он и сделал тихо буду проводить все годы жизни моей помня горе с души моей господи так живут и во все во всем этом жизни моей духа ты исцелил меня даруешь мне жизнь вот во благо мне была сильная горесть и ты избавил душу мою от рва погибели бросил мне грехи простил выброс бросил мне грехи мои за гребет свой ибо не преисподня славит тебя не сметь восхваляя тебя не не шедший в могилу уповает на истину твою живой только живой прославить тебя как я ныне отец возвести детям истину твою господь спасет меня и мы во все дни жизни нашей со звуками струн моих будем воспевать песни в доме господня мы будем когда мы увидим эту из перемену нашей жизни мы ответственные прославлять всю свою жизнь того кто все изменил живущий потом по кровам всевышнего под сенью всемогущего покоится говорит господу прибежище мое и защита моя бог мой на на которого я уповаю он избавит меня от сети ловца от гибель на язвы перьями своими осенит меня под крыльями его буду без безопасен щит и ограждение истина его не убоишься ужаса в ночи стрелы летящий днем язвы ходящего мраке заразы опустошающий в полдень падут под для тебя тысячи десятки тысяч одесную тебя но к тебе не приближится поэтому у нас сегодня есть возможность помолиться помолиться в первую очередь за себя сказать неужели мы такие самолюбивым мы можем молиться за украину мы помолимся за украину за израиль за всех наши которые рассеяны по всему миру помолимся за себя чтобы дал бог нам именно твердость духа упование на него и каких бы мы ни были обстоятельствах сказать себе моя очередь она обязательно придет я не пытаюсь скосить ее умолить манипулировать ею я знаю что бог мой жив и он из последних возьмет меня и поставит то место где есть у меня упование и свобода исцеление благодать где победа только от бога давайте мы сейчас на этом месте просто станем во время от поклонения и в молитве вот скажите простые вещи скажите господь хотя это очередь жизни я в ней не последний и если я даже последний я знаю что твоя милость она открыта для меня ты изменишь переменишь успокоишь и дашь свою свободу ты освободил на израиль ты дашь надежду и украине потому что под сенью всемогущего под пока его покровом покоится и господь он наша сила он наш ответ и он тот кто даст нам победу амен спасибо оба спасибо оба спасибо тебе господь что те минуты господь и нас вдохновляешь что мы твои дети если вы чувству как будто мы стоим это в очереди и не можем дождаться того чего мы хотим дай нам надежду что ты бог который вырываешь из обстоятельств и даешь нам будущее из-за унижения мы становимся уважаемый из без перспективный дадешь нам способность безденежно дадешь нам процветание если мы больны и получаем свое сцеными господь надеющийся тебя он не посадится и пускай приходит господь это время время именно обратного расположения путь нам расположен и если был приговор сделан ты тот кто вписываешь этот договор борьбу а битва уже совершена надеющийся тебя не будет постыжен во имя ищу во и и и и